В больших поселениях, где массы народа ходят по голой земле, а с неба то дождь, то снег, всегда возникает непролазная грязь. Так что мощение улиц одним махом решает массу проблем, делает город чистым, красивым и дает возможность передвигаться без особых проблем. Но это решилось далеко не сразу. На страницах журнала «Загадки истории» Дмитрий Калюжный изучает вопрос мощения улиц на Руси. Как известно, люди, не желающие грязь месить, ходят зигзагами, и тропы становятся извилистыми. В Старой Москве только главные магистрали, где ездили телеги, были более или менее прямыми. Второстепенные же улицы были кривыми и узкими. А еще надо иметь в виду, что деревянный город часто горел, а новые дома ставили вдоль натоптанных дорог, закрепляя кривизну улиц. Даже Кремль изобиловал кривыми переулками и тупиками. Первую прямую улицу от Спасских ворот до Соборной площади провели в нем только в 1500 году. А вскоре от Никольских ворот до места, где впоследствии построили Колокольню и Война Великого, сделали прямую Большую Никольскую. «Большая» в названии улицы означало, что она мощенная. Но иногда еще и особо указывали, что дорогу замостили. Так в Китай-городе имелись Веденская мостовая улица и Большая мостовая улица Варварская. В Белом городе Большая мостовая Покровская, а еще Большая Тверская, Большая Никитская и так далее. А в земляном городе пролегла просто мостовая улица. Первоначально мощение в Москве было деревянным. О том, как додумался мостить улицы первым, спорить бесполезно. Предполагается, что на территории будущей Российской империи первым был Новгород в 9 столетии. Однако в русской правде, составленной как раз в первой четверти того века, уже содержался урок мостиком, указывавший, кто за какой участок дороги отвечает. Можно догадаться, что раз уж вопрос пришлось регулировать законом, то назрел он давно. Никто не хотел тратиться на мощение. В то время, когда появилась русская правда или чуть позже стали мостить Москву. Иностранцы, посещавшие город в 16 веке, упоминая мостовые, пишут, что на улицах лежали обтесанные сосновые деревья. Одно подле другого. Другие путешественники сообщают, что улицы были вымощены досками. А мы помним, что распускать бревна на доски пилой научились не сразу. А издревле обтесывали бревно топором ради одной доски. И само-то название произошло от этого тисания. Тиска доска. Так что обтесанные деревья это и есть доски. Самые качественные мостовые делали так. Поперек улиц клали бревна, а на них вдоль улиц тесанные, а с некоторого времени пеленые доски. Мастили улицы целиком или кусками и систематически перемещали отдельными участками. А делать это было обязаны хозяева земельных участков. Если мостовые были не по всей протяженности улиц, то их скоро заносило землей. У торговых заведений мастили торговые гильдии. Так улицу от Никитских ворот до Троицкого подворья повинны были мастить гостиная и суконная сотни. У монастырей, подворья и монастырского приказа мастили за счет этого приказа. Земский приказ брал с подданных мостовые деньги раз в 6 лет со всех, даже с главных духовных лиц. Сохранились ходатайства патриарха Адриана от 1689 года, чтобы не велелись тех его дворов и слободки из подводья для кладбища из конюшенного двора, мостовых и решеточных денег ныне и впредь и мать. В середине 17 века начали мастить камнем, но дело это было редкое и только волею Петра I. В начале 18 века оно быстро двинулось вперед. Провели перепланировку города. После большого пожара 1712 года не пустили строительство на самотек, а сначала спланировали, где будут улицы. Много домовладений и лавок были взяты под мостовые уличные каменные дороги. Но во многих местах оставались деревянные мостовые. И Петр указом от 24 января 1718 года велел всем домовладельцам в Кремле и Китае городе мастить перед своим домом каменные мосты. Указ, правда, вышел через 4 года после аналогичного, изданного для Петербурга, и касался только центра Первопрестольного. Позже при Екатерине II мощение передали в ведение московской управы благочения. Но за обывателями оставались обязаны смастить перед своими домами. Мастили непосредственно по грунту целыми булыжниками. Лишь в середине 19 столетия мостовую стали делать из разбитого булыжника на песчаном основании, а также освоили производство деревянных торцевых мостовых, по которым пролетки и даже тяжеловозный грузовой транспорт проезжал без грохота. Недостатком такого покрытия было вспучивание после дождя. На мостовой появлялись горки высотой до полуметра. Но когда высыхали, все опять приходило в норму. Тем временем европейцы доросли до использования асфальта. В Россию его возили из-за границы. А с середины 1870 года появился свой производство Сызранского завода, что на Волге. И он быстро вытеснил иностранный. Городская дума Москвы ассигновала 50 тысяч рублей на проведение экспериментов. Участок Тверской улицы покрыли Сызранским асфальтом. В Москве появились уже конки. И будь дорога обыкновенной деревянной, торцевой, каменной или асфальтной, на путях конно-железных дорог стали класть каменную брусчатку. На песчаном основании, а потом стали класть ее вообще всю. Город на Неве Петр I основал в 1703 году. И здесь сразу стали мастить улицы. Иначе было бы и вовсе не пройти. Камня не было. Мастили деревом. А оно, естественно, быстро приходило в негодность. В 1715 году царь издал указ, что всего времени впредь скобами и гвоздями, чем сапоги мужские и женские подбивали, никто не торговал и у себя их не имел. Так же и никто. Какого пчину кто ни был, с таким подбоем сапог и башмаков не носил. А если у кого с таким подбоем являются сапоги или башмаки, и те жестоко будут штрафованы, а купецкие люди, которые такие сковые гвозди держать будут, сосланы будут на каторгу, а имение их взято будет на его великого государя. Затем Петру пришло в голову, что за проблему можно взяться с другого конца, и появился новый указ о привозе на речных судах и сухим путем на вазах, приезжающих в Санкт-Петербург, по определенному числу диких камней. До сих пор многие считают, что Петр велел везти камень для строительства домов. Нет от тех времен в городе остался один каменный дом, дворец Меншикова. Камень везли для мощения улиц, а мастили пленные шведы. Каждый домохозяин обязан был устроить и поддерживать в порядке мостовую напротив своего дома. Каждому жителю против своего двора посыпать песком и камнем, мастить гладко, как будет указано, от мастеров, и чтобы стоки были вдоль улиц, к дворам ближе, а к концам улиц стоки делать к рекам и прудам. В 1838 году залили асфальтом тротуар возле строящегося Исаакиевского собора. Летом 1839 года были покрыты асфальтом тротуары и часть Тучкова моста. В Адессе по весне было невозможно пройти даже по центральным улицам. На Дерибасовской мужики в высоких болотных сапогах подрабатывали, перенося на своей спине прохожих через дорогу. Наконец, в 19-м уже столетии решили мастить. Александр Сергеевич Пушкин застал это время и в одесской главе Евгения Онегина писал «Но уж дробит каменья молот, и скоро звонкой мостовой покроется спасенный город, как будто кованой броней». Но в основном делали деревянную мостовую. Газета «Одесский Вестник» писала в 1842 году «Опыт устройства торцевой мостовой чрезвычайно твердой, прочной и спокойной для езды производится на Решильевской улице между Почтовой и Еврейской». Торцевыми плашками замостили также участок Дерибасовской, и эта мостовая сохранилась до времен НЭПа. Даже когда в 1928-м дерево заменили брусчаткой, куда-где осталось торцевое мощение, и продолжалось оно до конца 1950-х годов. Первый асфальт в Одессе положили на Воронцовской площади и части бульвара у памятника Решилья. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok